Каждый из нас желает грамотно инвестировать свои деньги, чтобы в дальнейшем получать стабильный денежный поток, который по меньшей мере будет покрывать наши базовые потребности. Одним из наиболее привлекательных способов инвестировать деньги, безусловно, является вложение в акции российских компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, которые, к слову, на текущий момент показывают одну из самых высоких дивидендных доходностей в мире. В этом видео мы расскажем о 10 наиболее перспективных и надежных российских компаниях, которые могут показать одну из самых высоких дивидендных доходностей в этом году, а также принести инвесторам высокую прибыль уже в ближайшее время, ведь до начала дивидендного сезона осталось совсем немного времени. Приветствуем вас на канале, посвященном инвестициям в акции Cashflow – ваш денежный поток. Обязательно поставьте лайк авансом и переходите к нам в Телеграм, где мы регулярно обсуждаем важные новости, инвестиционные идеи, разбираем отчеты компаний. Да, и у нас есть чат, где любой желающий может задать свой вопрос. Ссылку вы найдете в описании. Открывают наш список бумаги Сбера. Сбер на данный момент является не только системно значимым российским банком, крупнейшим по размеру активов и множеству других показателей, но и универсальной экосистемой, включающей в себя множество сервисов, упрощающих клиентам жизнь в самых разных ее областях. Сбер вот уже на протяжении долгого времени подтверждает статус одной из надежных компаний на российском фондовом рынке, регулярно выплачивающей достойные дивиденды своим акционерам. Несмотря на свои огромные масштабы, компания продолжает развиваться, в том числе за счет инвестиций в новые проекты. Так, относительно недавно, первый заместитель председателя Сбера Александр Ведяхин обозначил позицию банка по инвестициям и сообщил о том, что Сбер планирует инвестиции в несколько крупных высокотехнологичных проектов. Компания рассчитывает получить доходность, сопоставимую собственной рентабельностью капитала, которая на данный момент превышает 20%. Компания сможет не только получить доход от своих инвестиций, но и применить высокотехнологичные разработки в интеграционных и синергетических целях. За прошедший 2023 год компания заработала рекордную прибыль и готова поделиться с инвесторами. Буквально несколько дней назад наблюдательный совет Сбера дал свою рекомендацию по дивидендам за прошлый год. Она составляет 33 рубля 30 копеек на каждый тип акций. Окончательное решение по дивидендам будет принято на общем собрании акционеров, которое должно состояться 21 июня. Наблюдательный совет Сбера в этом году обошелся без сюрпризов и направил на выплату дивидендов, установленную в дивидендной политике величину 50% от чистой прибыли за отчетный год по МСФО. Герман Греф подтвердил цель банка по чистой прибыли на текущий год, которая должна быть выше показателя чистой прибыли за 2023 год. Переместимся в нефтегазовый сектор и рассмотрим бумаги одной из крупнейших российских нефтяных компаний – Лукойл. Компания занимается добычей, переработкой и продажей нефти, природного газа и продуктов нефтехимии, являясь одним из лидеров в своей отрасли. Из года в год компания стабильно платит конкурентоспособные дивиденды, привлекая к себе инвесторов самого разного уровня. Несмотря на заниженную относительно ожидания итоговую выплату по итогам 2023 года, которая составит около 945 рублей или чуть более 12% годовых на акцию, инвесторы не позволили котировкам красного гиганта снизиться и продолжили покупать акции на фоне внушительных операционных и финансовых успехов компании. По аналогии со Сбером, несмотря на огромные размеры, компания не стоит на месте и продолжает развиваться. Так, по сообщениям компании, Лукойл планирует увеличение инвестиций в геологоразведку на 30% в текущем году, что в перспективе позволит Лукойлу поддерживать статус одной из самых надежных и стабильных бумаг на российском фондовом рынке. Глобально смотрим на бумаги компании позитивно и считаем, что без акции нефтяного гиганта при грамотном составлении дивидендного портфеля не обойтись. Ну а если вы хотите заработать больше, то обязательно приходите к нам в канал с сигналами. Только на прошлой неделе мы заработали на акциях Сургутнефтегаз плюс 11%, Самолет плюс 8%, АФК-система, о которой мы столько раз говорили в своих видео, принесла нам 10% за неделю, а по долгосрочной стратегии более 50% прибыли, причем это те сделки, в которых мы рискуем своими деньгами. Конечно, в это сложно поверить, но вы можете проверить все сами. Мы опубликовали таблицу со всеми своими сделками. Не тратьте деньги на дорогие подписки, приходите на наш канал, где вся аналитика дается бесплатно. Да, и прямо сейчас на канале опубликованы две идеи с потенциалом роста более 10%. Ссылку на канал с сигналами оставим в описании. На очереди еще один представитель нефтегазового сегмента и по совместительству – одна из крупнейших нефтяных компаний, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа, переработкой сырья, а также производством и продажей нефтепродуктов. Роснефть, так же, как и многие представители нашего топа, вот уже на протяжении долгого времени стабильно платит конкурентоспособные дивиденды, параллельно развивая новые проекты, среди которых можно отметить реализацию проекта Vostok Oil, являющегося крупнейшим нефтегазовым проектом в современной истории, запасы которого составляют более 6 миллиардов тонн высококачественной малосернистой нефти. Деятельность компании в рамках проекта Vostok Oil приведет к значительному мультипликативному эффекту, высокой доходности и удовлетворению растущего спроса мировой экономики на экологически чистые энергоресурсы. По аналогии с Лукойлом, глобально смотрим на бумаги Роснефти позитивно и ждем сохранения стабильных дивидендных выплат в перспективе ближайших лет. В этом секторе отметим еще и Татнефть. Компания зарекомендовала себя на рынке как крупного и надежного игрока, регулярно выплачивающего своим акционерам неплохие дивиденды. Буквально несколько дней назад совет директоров компании Татнефть объявил свою рекомендацию по финальным дивидендам за прошлый год. Она составляет 25 рублей 17 копеек на каждый тип акций. Напомним, что ранее компания Татнефть уже выплатила 62 рубля 71 копейку в виде дивидендов за прошлый год. Рекомендуемая выплата финальных дивидендов меньше нижней границы прогнозируемого нами диапазона. Неплохо, но компания могла больше. По всей видимости, Татнефть решила придержать часть денег с учетом вводных по ведению бизнеса в текущем году. Несмотря на то, что компания направляет значительную часть доходов на выплату дивидендов, Татнефть продолжает занимать ведущие позиции в секторе и активно работает с наращиванием операционных и финансовых показателей, ставив приоритет существенное увеличение добычи в перспективе ближайших лет. Смотрим на бумаги нефтяного гиганта позитивно и считаем добавление акций Татнефти в дивидендный портфель более чем разумным решением. Далее Северсталь. На текущий момент компания является одним из лидирующих представителей сектора черной металлургии, а также владеет одним из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире Череповецким металлургическим комбинатом. На этой неделе Совет директоров компании Северсталь рекомендовал дивиденды за первый квартал 2024 года в размере 38,30 рублей на одну акцию. Напомним, что ранее Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 191,51 рубля на акцию за прошлый год. И также следует выделить два позитивных момента. Первое. Совет директоров компании принял решение о выплате дивидендов даже несмотря на рост капитальных и общих затрат в текущем году. Второе. Переход на ежеквартальную выплату сделает дивиденды более предсказуемыми, а возможность их реинвестирования регулярной. Далее на очереди у нас бумаги еще одного ведущего представителя черной металлургии – НЛМК. Недавно компания объявила о возвращении к выплате дивидендов, и Совет директоров НЛМК рекомендовал дивидендные выплаты по результатам 2023 года в размере 25,43 рубля на акцию, что составляет около 11,2% годовой доходности на момент записи видео. Благодаря сохранению экспорта и приемлемым ценам на внутреннем рынке, компания продолжает генерировать высокий свободный денежный поток, а на балансе у металлурга чистая денежная позиция в 199,9 млрд рублей, которая останется положительной даже после выплаты дивидендов. По аналогии с Северсталью, не исключаем дополнительных дивидендных выплат за пропущенные периоды до конца текущего года. МТС. Еще одна дивидендная фишка российского рынка, стабильно выплачивающая конкурентоспособные дивиденды вот уже на протяжении достаточно долгого времени. Компания продемонстрировала весьма неплохие финансовые и операционные показатели по итогам прошедшего года, а в этом году активно занимается процессом вывода на IPO одной из своих наиболее успешных дочек МТС-банка. Данное событие, безусловно, сыграет на руку материнской компании и поможет ей раскрыть свою внутреннюю стоимость. Несмотря на высокую долговую нагрузку, компания чувствует себя более чем уверенно. На этой неделе совет директоров компании МТС рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 рублей на акцию. На дивидендную выплату МТС планирует направить более 68 миллиардов рублей. Дивидендная доходность выплаты составит около 11%. Но это не главное. Совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 годы, и тут сюрприз. Целевой показатель дивидендной доходности будет рассчитываться не как процент, а как фиксированное значение, которое составляет не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. Такой подход к расчету выплаты дивидендов МТС применял ранее. Самое интересное, что совет директоров компании рекомендовал практически такую же величину дивидендов в рублях, как и за 2022 год. При этом котировки акций МТС с того момента выросли на 43%. Ростелеком. Еще один ведущий представитель телекоммуникационного сектора. Помимо выдающихся финансовых и операционных показателей по итогам прошлого года, компания является одной из самых быстро развивающихся в своем сегменте. В ближайшее время Ростелеком может раскрыть параметры выхода на московскую биржу одной из своих дочерних компаний, что может поспособствовать раскрытию внутренней стоимости телеком-гиганта. Напомним, что под своим крылом Ростелеком собрал диверсифицированный пул технологий, подразделений и дочерних компаний, которые ведут свою деятельность в различных сферах информационных технологий и инфраструктурных решений, от центров обработки данных до облачных сервисов и кибербезопасности. Кроме этого, Ростелеком планирует во второй половине нынешнего года презентовать новую стратегию развития, а также обновленную дивидендную политику. На привилегированные акции компании по-прежнему сохраняется дисконт, который обеспечивает повышенную дивидендную доходность, так как у Ростелекома существенных различий по дивидендам для двух типов акций нет. Далее компания Магнит. На текущий момент Магнит является одной из крупнейших розничных сетей, предлагающей широкий ассортимент товаров и услуг. Компания выигрывает от высокой инфляции путем ее переносов цены на полках своих магазинов. Компания может вернуться к выплате серьезных дивидендных выплат уже в этом году. Исходя из последней отчетности за четвертый квартал 2023 года, Магнит показал чистую прибыль в 98,3 миллиарда рублей, что говорит о возможности компании заплатить 970 рублей дивидендов на акцию или чуть более 12% годовой доходности. В октябре Магнит может объявить новый дивиденд в размере 400 рублей по итогам 9 месяцев 2024 года, вследствие чего дивидендная доходность акций Магнита за следующие 12 месяцев может составить более 17%. Как и многие другие представители нашего топа, несмотря на свои размеры, компания продолжает активно развиваться, проводя экспансию в новых регионах и расширяя свои сети. Так, совсем недавно компания сообщила о планах по расширению своей сети жестких дискаунтеров B1 с 70 текущих до более чем 300 магазинов в концу 2024 года. Смотрим на бумаги продуктового гиганта позитивно. По мере дальнейшего развития компания будет стремиться и к постепенному увеличению дивидендных выплат, что в долгосрочной перспективе дает акциям компании существенный потенциал для дальнейшего роста. Ну а перед тем, как озвучить компанию с потенциально самыми высокими дивидендными выплатами, прошу вас поддержать канал лайком. Вам это ничего не стоит, а нам поможет в продвижении. Да, и в комментариях тоже напишите, какую дивидендную компанию стоит добавить в топ. Итак, отдельно выделим привилегированные акции Сургутнефтегаза. Относительно недавно компания опубликовала отличные результаты по итогам 2023 года. Прибыль выросла в 21 раз, а валютная кубышка составила примерно 5,5 триллионов рублей. Совет директоров компании Сургутнефтегаз на своем прошедшем заседании объявил дату проведения годового общего собрания акционеров нефтяника. Оно пройдет в заочной форме 28 июня. На годовом собрании акционеров в повестке, конечно, будут вопросы утверждения и распределения прибыли за прошлый год и вопрос выплаты дивидендов. При этом совет директоров рекомендацию по выплате дивидендов пока не дал. Здесь варианта ровно два. Первое. Зная закрытость Сургутнефтегаза, информация может быть опубликована позже. Второе. Совет директоров может рекомендовать дивиденды на другом заседании. В любом случае, инвесторам остается только ждать, но ждать и правда есть что. Компания будет рассматривать выплату дивидендов по итогам прошлого года, но текущие цены на нефть могут положительно повлиять на итоговое решение по этому вопросу. Расчетный дивиденд на одну привилегированную акцию может составить порядка 12,3 рублей на акцию или около 18% годовых, что является максимумом среди всех голубых фишек. В сущности, покупка акции Сургутнефтегаза – это своего рода ставка на ослабление рубля. Доходы компании растут по мере ослабления национальной валюты за счет переоценки огромной валютной кубышки и с учетом долговременной тенденции рубля к ослаблению бумаги Сургутнефтегаза могут стать отличным вариантом защиты вашего портфеля от девальвации национальной валюты. Все компании, представленные в этом видео, интересны по-своему, но важно дождаться хороших точек входа, чтобы в них заходить значительной частью капитала. Именно их мы опубликовали в телеграм-канале. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал.